Добрый день на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Краунплаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Здравствуйте. Объем кредитования малого и среднего бизнеса в Башкортостане в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом более чем на 50% или на 5 миллиардов в пересчете на рубли. Общая сумма, выданная предпринимателем, составила 8 миллиардов 300 миллионов рублей. Остаток задолженности малого и среднего бизнеса республики по кредитам за год составил 79 миллиардов рублей, из которых 10 миллиардов задолжали индивидуальные предприниматели. При этом объем просроченной задолженности на начало этого года составил порядка 14 миллиардов рублей. Более 800 миллионов из этой суммы, выданной индивидуальным предпринимателям. Отмечу ранее, власти региона подчеркивали необходимость своевременно информировать банка и налоговую о всех изменениях, которые происходят в деятельности предприятия. Если произошла реорганизация, сменился юр-адрес или направление деятельности. Глава региона потребовала навести порядок в организации горячего школьного питания. Радий Хабиров на оперативном совещании раскритиковал работу чиновников и распорядился усилить контроль за качеством обедов. Руководитель республики дал поручение премьер-министру правительства Андрею Назарову включить в график ВКС раз в две недели вопрос об организации школьного питания. Кроме того, еженедельно будут проводиться совещания с участием заместителей глав муниципалитетов, крупнейших поставщиков и при необходимости будут привлекать директоров школ. Мы получаем миллиард 800 миллионов рублей на питание детское. Представляете, какие деньги? Они приходят в экономику. Потому что они пришли в нашу экономику и пришли в наши всевозможные офисы, в центры общественного питания. До детей-то доведите нормально. И заработать они смогут. Но до детей надо довести нормально. Радий Хабиров подчеркнул, что проблему носит не повсеместный характер. Большинство школ кормят качественно и учащиеся голосуют пустыми тарелками. Однако в некоторых школах дети отказываются от еды. К слову, как показал проведенный региональной общественной палатой анонимный опрос, качеством горячего питания в начальных классах довольны 68% родителей Башкортостана. Институт генплана Москвы начал следующий этап развития генерального плана Уфы. На сайте разработчика появился интерактивный проект генплана. Он позволяет понять, что на территории будет через 20 лет. Как изменится структура города, где появятся детские сады, школы, спортивные центры, новые дороги и развязки. И вот согласно опубликованному проекту, Уфа к 2040 году должна стать полицентричным городом с компактным центром в границах полуострова и многофункциональными самодостаточными районами в Забелии и Зауфимии. По среднему прогнозу, численность населения столицы республики за следующие 20 лет увеличится до 1 млн 250 тыс. человек. Напомню, проект генплана столицы республики до 2040 года был представлен в феврале 2020 года. Авторы документа предлагают сделать основным видом общественного транспорта Уфе-трамвай, соединив им не только с севера и юга города, но и районы Затон, Демаси, Пайлова и Максимовку. Как отметила советник главы республики по вопросам развития общественных пространств и городской среды Ольга Сарапулова, генеральный план – это документ управления территориальным развитием города. Он должен выстроить приоритет реализации тех или иных мероприятий. И для этого еще до начала разработки генплана необходимо составить запрос на развитие городских территорий, учитывающий потребности горожан, бизнеса, органов власти. В случае Уфы данного этапа не было. И исполнитель получил достаточно общее ТЗ за мир во всем мире. И после анализа исходных данных они столкнулись с проблемой отсутствия приоритетов. И, конечно, как исполнитель расставить эти приоритеты им сложно. Поэтому они приступили к обсуждению с жителями. И на обсуждение были вынесены три пространственных модели. Развиваем только полуостров, развиваем только пригороды и развиваем все вместе. И, конечно, выбрали только третий сценарий – развиваем все вместе. По мнению эксперта, существующий генплан не учитывает состояние жилого фонда и транспортной инфраструктуры, не предлагает решения экологических проблем и не учитывает многих других факторов, которые могут сильно повлиять на городскую жизнь уже в ближайшие 5-10 лет. В Уфе в 70 домах заменят лифты на сумму порядка 566 миллионов рублей. Изначально цена госконтракта составляла 571,5 миллионов. Однако на торгах подрядчик снизил цену. Всего в столице республики заменят 216 лифтов. Дороже всего обойдутся работы в доме по адресу Мубарякова, 3. Там замене подлежат 8 лифтов более чем на 22 миллиона рублей. На замену еще 7 в доме 304-2 по улице Ахметова выделят порядка 18 миллионов. Сроки установки оборудования будут зависеть от количества этажей в здании и займут от 80 до 120 календарных дней. Все работы завершат не позднее 30 ноября 2022 года. Отмечу, что Некоммерческий фонд региональный оператор республики выбрал подрядчиком на выполнение работы организацию Щербинский лифтостроительный завод. По данным регоператора, в 2020 году было заменено 512 единиц лифтового оборудования, в том числе 309 лифтов за счет средств бюджета республики. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РПК. Редактор субтитров А.Семкин